я не считаю что брюмастер country ck только в случае если ты в селе не доминируешь вот так тогда вот ничто не на миграя почему ты просто сказал проблему по пику ханскин то суппорт панда а что это тени в мид или кто это в мид пройдет на честь да это кстати чести на он хорошо играет ребятушки помогите разобрать что цикам мид помогите разобраться не пойму я вот ты говоришь что про проблему большую final tribe с пиком из-за чего они из-за того что по чем повага отметь ответила или почему то что они по драфту им постоянно нужно решать проблемы проблемы которые в драфте ставят их соперники то есть они берут как бы героев которые говорят о том что теперь у нас тимфайт сильнее если вы с нами тимфайте мы вас победим и тебе нужно балансировать тимфайт каким-то ответом а можно его даешь а твой тимфайт все равно слабее а можно изначально было поставить себя в такие условия чтобы ты был главным в этой игре прям со старта вот со старта прям чтобы твой тимфайт сразу был лучше чем тимфайт врагов можно но есть еще и другие аспекты драка драфта не только тимфайт это сложно сложно вообще вот эта стадия драфтинга я так понимаю если если у таких игроков проблемы с тимфайтом как вот как мне научиться тогда пикать не знаю я тут вот тяжелый пика это не 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 каждая игру же пикает правильно то есть пикает один из десяти там один из пяти вот один из пяти в команде или два из пяти а среди всех игроков вообще мало кто пикает в многих командах нету там чистого условно говоря капитана или пикера который действительно в этом разбирается и тогда у команды большие проблемы, мне кажется. Да, она иногда выигрывает, иногда проигрывает. И вот так вот как-то происходит. Ладно, если говорить относительно этого драфта, то давайте как-то сделаем прогнозы на эту игру. Надо посмотреть, как они по линиям пойдут. Там МИД ЦК, по-моему, Пикачу взял. Могут показать? Пока ничего не могут. Мне больше нравится Павага. Павага? Две за Павагу. Хорошо. У нас начинается игра. Мы сейчас прям все уже посмотрим по ходу игры. Комментировать для вас будут Саша и Ярослав. Смотрим. Ну что, вторая карта. Лайнапы обещают быть интересными. Все-таки ЦК МИД. Вроде как так. Тут прям сразу файт начинается. Поймали бедного Эр Спирита. Он уезжает. Кстати, выбрал весьма неплохой такой путь на отступление. И сбивает J4. Очень много уж-то на стакал Shadow Demon. Топоры пошли. Четыре героя снизу у команды ТФТ. И вот он Ферстблат. Вот это Махач. Просто восемь героев в центре. Ой, в центре. Снизу было в этом моменте. Кстати, прикольную фишку Бигнум показал на Эр Спирите по поводу того, как на Эр Спирите катится в ту сторону, которая непонятно будет, куда вы смотрите. То есть там, если зайдете в лобби, можете попробовать. Такая, ну, нажимаете болдер в нужном направлении, потом начинаете мышкой вращать по кругу. Тогда ваш этот шарик начнет закручиваться прям со старта. И не будет понятно, куда, собственно, герой в направлении каталки. Кстати, три баунти для ТФТ. ФБ, еще и Палантимас. Почти от пинали здесь. Ну, Вивертанин тот герой, который... А Кентавра оставили стоять против Бэтрайдера. Ну, вот Пикачу Мид против Тини. Поп у нас, получается, Кент против Бэтрайдера. А снизу пока трипла на триплу. Вроде как. Это не супервыгодно, поскольку... Ну, ЦК хорошо против Тини будет стоять точно, но это не супервыгодно наверху, потому что Кентавр сможет просто пулить с какого-то момента. Это выгодно было бы на другой линии. Ну, что? Вот в плане перемещения у нас на топ выезжает Роспирит. Решил подсобить против Кентавра. Так, снизу работает по Ханскину. Палантимас потерял полхп. Кстати, вкачал второй спелл. Жей-4, не первый. И уже вынужден тратить телепорт. Очень грамотно они делают. Кстати, что ставят и Бэтрайдера, и Роспирита вверху. То есть вот на таких соло-мачапах очень важно кому-то где-то помочь, чтобы потом герой очень сильно доминировал. доминировал. Вот. В этом плане они лодцы. Ну да. Нам видишь, что Павага всегда помогает в своей тройке. Так, Ханскин. Есть Роллинг Болдер. Ханскина бьют. Очень неприятно для брюшки. Плевок пошел, но все-таки увернул Ханскин. от снаряда. Джей-4. Ханскин хорошо играет, кстати. Вот я смотрю, именно... Мне кажется, немножко выделяется в этой команде. То есть именно и по микро-перемещениям, и по некоторым еще, которые по карте делает. Жало молодец, большой. Тинни увидим 10-3 и ЦК. 7-0. Проблема в том, что вот этот Тинни, он будет... Руну еще не нашел. Да, там даблдэмэж снизу. У меня, кстати, что Павага очень хорошо, где руны контролит. Да, у Паггерой пошли у нас, на которой руны. Проблема в том, что ЦК, он очень силен по регену. То есть он по регену будет постоянно давать этот крит, постоянно отхиливаться, постоянно будет коцать. В плане вот фарма от ЦК, это ЦК в мид и какие артефакты? Такие же, абсолютно. Абсолютно такие же, какие на тройке, какие на единице. То есть вот такой же ЦК тоже будет мидос. Ну а стиль, то есть он будет в миду стоять прям до конца? Или пойдет кого-то румить? Он, если что, телепортнется куда-то. Это тот герой, которому выгодно набирать ресурсы. Либо пойдет в лес подфармливать. То есть с какого-то момента он, конечно, перестанет стоять и уступит линию саппорту. Там очень далеко. Кентавр питает. Да, я что говорю, что вот этой линии не особо удобно, потому что ее Кентавр может просто скипать. Еще видите, скипает совсем далеко, чтобы трейдер точно до него не добрался, не долетел, не дай бог. Потому что если будет скипать на ближайшие кемпы, то трейдер туда сможет переместиться и на полную сумму кидать. Ну да. Приятно для Кента. Подфармил. Две пачки в легкую. И уже почти четвертый Аппл. По шмоткам там был доминатор, по-моему, на Кентаврич. Такое там перчатка. Так, затос или Пикачу под вышечку. Ну, это мало смысла, потому что... Вот, выдал хил Пикачу. Провожая дальше, стал на 2 секунды прям под вышкой. Кстати, разминаю Чесси. Неплохо так прописал дэмоджа. Есть реальтерифт. Еще удар. Хорошо. Вот еще нужно 2, еще 1. И тос. Ну, Манго съел, чтобы подсевиться. Так бы нафидил. Да, причем сейчас, видите, постоит он пару минут на своем ЦК. И сразу же моментально станет фуловым. То есть вот, смотрите, сейчас тычку дает. Ну, да, сейчас будет хилиться. Кстати, пошел контролить руну. Но руна снизу, и это реген. И снова для бигнума. Постоянно снизу руна, и постоянно ее бигнум чекает. Связано с тем, что они встают 3 на 2, и они немножко сильнее, потому у них получается доступ к баунти. Ну, не к баунти, а к руну. Но с другой стороны враг тогда пулит. Ну, да. Кентавр себя чувствует хорошо. Мне не нравится мне вот этот поход в 3плут, 3 на 3. Не самое разумное решение. От Плаги или от ФТ? От Плаги. Это негравотно так делать было. Я объяснил, потому что просто у Кентавра появляется возможность скипать крипов. Это да. Так, Лэ пошел. Моментально еще куча. При этом, как они эту линию стоят? Давай посмотрим. Тролль 22, Визер 15. И они пулят. Единственный плюс в этом в том, что они контролируют нижнюю руну. Очень крут баунти. Но нижняя руна не всегда появляется. Ханскин. За баунти поехал. Так, удар по нему. Ну, 3 баунти для команды Павага. Вот на нулевой было 3 баунти для ТФТ. И вот если возьмут Ханска, то будет прям хорошо для них. Но бессложно. Он там подбухнул, выпил. Ушел. И нормально. Еще стики были. Так, а здесь КЛЭП пошел по Палантимосу. Не смогли убить этого парня. Странно, почему панды не смогли убить. Так, он как-то зашел в трех героев просто. Удалось выжить, поэтому это же не кор панда даже. Ну, в это время тролли, кстати, фармил. Уже на 10 крипово опережает вивера. И дальше ему стоять все лучше и лучше. Вот. При этом бетрейдер вообще не счастливый. И вот таким вот стоянием линии ему тяжело забирать крипово. Вот наконец-то на Кентавра летит, видите. Перемещается на Кентавра. Понимает, что это ему невыгодно. Кентавр уже его перефармливает за счет того, что скипает. А бетрейдерам под вышкой добивать очень тяжело. И прогоняет, в общем, его. Да, провожает. Кентавра. Тут кастует телепорт на шрайн свой. Тинни пошел на ТП, что тоже на шрайн. Так, там у нас снизу. Ну, за счет того, что бетрейдер вот так вот смещался его прогнать. Опять им две снизу. У него сейчас очень много... Очень много крипов под вышкой помирает. Целая пачка, еще два, которые шли или три. То есть сейчас крипов пять пропустит за это перемещение бетрейдер. И за то время Кентавр еще зафармит. И уже чувствует себя совсем хорошо. При этом... При этом по карте я вижу, почему-то зачищены вот эти точки. Большого и маленького каким-то поверху. Почему там крипов не появляются? Ну, видимо, там пулил бы трейдер, когда фармил. Нет, они бы уже появились, потому что он очень долго летел. Что-то другое произошло. Возможно, они были забанены. Оба... Так как кто-то их банил. Может быть, он до этого его фармил. Он фармил, наверное, это просто. Там все очень много крипов снизу вот есть. А, он сам его банит, или что? Что он делает там? Не-не-не. А, он в кульсе возвращался, ладно. Ну, пока Бибер по Нетворсу лишь 2к идет. Маловато будет. Так, есть топоры, визжая тролль. Поехал в бой. Выезжает Палантимос. Есть тампит. И Палантимос пока отступает. Стики есть. Скоро будет шикуча. По нему стакают яд. И нужно уходить. Так, ну, видим, что сильно выиграет ЦК Линию в меде на 500 голды уже. Ну, в принципе, это понятно. И при этом нужно важно учитывать то, что много Нетворса у Тинни еще в расходниках всяких. Ботли, допустим, сразу 600 Нетворса. То есть, по факту у Тинни там 2000 Нетворса боевого. Вот. И Фойзы делает. Угу. ЦК взял 2 бруска. Чем его 2 бруска? Наверное, боится, что его придут гангать. Но вообще-то не тот герой, на котором бруски нужны. Так, Ханскин. Клэпать. Пока не планирует. Взял дабл дэмидж и все. Ну-ка, знаешь, Старк Сима... Постоянно в бруске появляется. В бедной части. Возможно, кстати, причина его низкого Нетворса в том, что... Так, Затоссали. Есть стан. Хорошо. Разминай, Пикачу убьют. Да, убили. Возможно, причина его такого Нетворса в том, что он пассанирный баунти нашел. Ну, просто не повезло. Да. И фартил ему с рунами, конечно, с активными. Угу. Хотя бы, кстати, один раз убили. Смотри, один раз пришел Кентавер, помог один раз и вытасяли. И уже, оп, вернулся. Три-сто. Так, въезжает в эру. Пошел удар. Плевок от Виверны. Ханскин рядышком. Есть дезрабшина подсев, но убьют. Убьют. Фраг для кого? Для Палантимуса. 2-2. Мне так заболевает, когда в такой ситуации враг иллюзии отводят. Как будто, ну... Типа показывает, смотри, вот как бы на... Вот настоящий бежит. Хотя там всегда понятно, где настоящий. Потому что он в центре появляется, ну... Люди по бокам всегда. Ну, а вдруг? Угу. Блин, тут огромный стак. Тут его должен забрать. Так, вот J4 пошел Сидер Бью. И там провожают Виверну. Мне кажется, сюда должен быть райдер. Там, кстати, Палантимуса жахнули. Быстренько. Еще и есть дезрабшин. Так. Поджимают ФТ. J4 минус. Два фрага для команды из Швеции. Пришел Пикачу. А вот и Пикачу пришел. Ай, и вот он. Работает ЦК. Притянул. Лопнул. Правда, вот въезжает тролль. Очень много дэмэджа вошло уже по команде ТФТ. И Пикачу уже без Фантазма. Ну, видимо, момент окончен. Хотя стан пошел еще далеко очень. Залетает стан. По Фросту на секунду. И все. Стакки злачные. Тут такие. Я бы на Бэтрайдере сюда пришел бы. За одной иллюней помочь. И это. Стакки вот эти запармить. И то есть эти стаки достаются. The Final Tribe. Да. Там он сверху. Ну, плюс минус равная ситуация по корам. На самом деле сейчас. Только Вивера меньше. Немножко чем. Пикачу. Отступает. Там сверху была война за баунти. И забирает ее ТФТ. Сеточка пошла. А Доминатор на Кентавре. Да-да. Доминатор купил себе уже. Интересно, зачем? Может быть, чтобы либо взять крипа, который пуржит. Либо крипа, который в Сетку кидает. Интересно. Не видел я такого на Кентавре еще, честно говоря. Не тот айтем, который на Кентавре хочется делать. Ну да. Ну что, Паул Тарака перефарм по опыту. За командой ТФТ. По золоту менее, там, 350 примерно. В общем, копейки. Перефармили пока. Но вот приятно то, что у Вивера маловато пока. Лишь 3К. И от тролля на 1000 встает. Бэтрайдер вышел в топ. Очень важен тайминг Блинка сейчас на тине. То есть это герой, который возьмет Блинки, начнет помогать своим союзникам. Кстати, а что у Бэтрайдера? БФ идет абсолютно правильно. Бэтрайдер, ну, скорее всего. Ну, по пазе, там, Трэвела, Барабаны, Блинк? Я, допустим, не беру Трэвела. А что? Я беру именно боевое. Я беру именно Транквил и Транквил и Драмаблинк сразу. Ага. Я беру как можно быстрее. То есть мне кажется все-таки, что фасттрэвел — это больше билл, либо ты совсем-совсем макро хочешь играть, либо больше билл для четверки. Если ты хочешь, чтобы у тебя был сильный сплит-линий, то есть когда Бэтрайд берется с целью сплит-линий, тогда, мне кажется, это хорошо на четверке. Ну, вот он с Трэвелами все-таки оказался у нас. С Трэвелами. Ну, если ты один на один стоял на фрифарме, взял Трэвела и, в принципе, сейчас начнешь с линией с ними расшатывать, то это тоже интересно. В том плане, что у тебя гипермобильность. Ты мобильнее, чем любой герой на карте, потому что у тебя два телепорта есть, всех по одному. Ну, мобильнее только фурион. Ну, да. Ну, пацаны, как будет использовать это. Пока что мы видим просто между вышками фармить. Там УЦК, как дела? То есть, что он там себе фармил? Ну, вот он два бруска купил каких-то вот этих бесполезных. Там, кстати, Латверс, фармить тебя, Ханскен. Дальше. Так, есть стана, 2 секунды, был реальти-реизм. По-моему, Ханскена убили хорошо. Еще и эру можно взять, Стампида. Не прожимается на подсейф, так что эра умирает без помощи тиммейтов. Хорошо вышел. Хорошая ротация, да, но был кинут. Там, кстати, Фантазм от Пикачу, так что еще и вышку можно подкушать. Пикачу, интересно, какие вещи есть. Кстати, вот в плане... А вот уже и Бэтрайдер здесь. Вот, ой, губер-мобилистик, который вышел. Вот в плане турниров, как раз-таки в плане достижений Пикачу и Айсберга, чуть ли не один турнир из немногих, где играют оба, и при этом вот дальше прошел Пикачу. Ты знаешь, была ситуация похожая у Явара и Сумаила, что очень редко Явар проходил дальше, чем Сумаил по турниру. Ну, тут не совсем корректно сравнивать игроков. Все-таки очень много зависит от команды. Вот, а мы знаем, что Винстрак сейчас на спаде. И уже давно на спаде, кстати. Да, у них вот была сейчас замена даже по тренеру. Потому я пока от этой команды ничего и не ожидается. Я бы не ожидал. То есть им нужно дать время, чтобы что-то было. О, блин. Блин на тебя не появился. Теперь можно сделать выход на кого-то. Ну, Вивер пока сладкая цель. У него пока, поскольку он стоял в трипле, у него хп мало. Вполне может умереть. Ну, вот на то и пытаются, понимаете, катать шерстку, но у него огромный МС, даже Стампида. Хотя вот сейчас Лиса, ну да, загоняют. Есть граната. Хорошо ударил по Кентавру. Чтобы не было... Кстати, у Кентавра есть Кентавр. Интересно. Странно, что мы напали втроем. Без Тинни, который должен нападать. Хотя он Тинни в меде что-то делает. Ну да. О, Курьер. Он внизу сейчас нападет на Вивера. Посмотрим, сможет убить, нет? Не смог. Барабаны. Оба трейдера. Такой вот прям очень дикий по МСу будет. Файрфлай дает бонус в процентах травала. Барабаны. И вот второй блиндаггер. Готов для команды ТФТ. Это блиндаггер уже для Кентавра. Ну что, пока фармим. Все, в этом матче вроде как без Минасова пошлись. Так, выехал за Цикат, за Тосли. Далеко очень от Тосли его там. И есть раскладка. Ой, ультимейт хорош. Какой здесь вот Виверный. Просто сейвит. Пикачу. Пикачу выживает. И пошел Тоскин. Кентавр в погоне. Есть Тан, Дабл Эдж. Все же убили. Но не так просто, как хотелось бы им этого ранее. И тут поймали сейчас Бигнума. Разминают. И пошел ДП в сторону уже Чесси. Чесси горит. Очень плотно. Есть Тос. Но он его не спасет. Ханскин выпил. Ну и пытается уйти на Эмессе. Вивер нарезает спину. Есть работающий. Магнидайс это минус. Еще один герой для команды Павага. И вот там еще Кентавр. Которого хотелось бы тоже попробовать убить. Но сложно. Там еще и Шайн рядышком. Это уже лишнее, мне кажется. Ну давят до конца. Вот четыре стака уже прошло. Сейчас будет пятый. Хотя смотри, там Жук кусает очень плотно. Огромный Мистер Мор. Здесь даже лассо по нему. И его возьмут. Ляль. Убили. Ты посмотри на них. Ля какие. Еще и Эру там души дальше. Просто по всей карте. Нормально. Тролль телепорт, судя по всему, вниз потратил. Потому не пришел сюда. Ему надо пешком не сбежать забирать баунт. И сюда телепортироваться на помощь. Им не убили никак. Огромное преимущество сейчас получает Валага за это. На самом деле. Да. Отбирают. Отбирают вот тут тысячу. Две тысячи даже, кстати. Да там еще и Банкс собрали. Там Кси падает в то время Бигнум снизу. И там еще у нас ЦК. Если что. За ним пошла погоня. Брюшка там рядышком. Есть Стампида. Так. Облили. ЦК. Есть ТОС. Проказ Сейвалан уже зашел. ЦК. Отжираться бы здесь. Но убьют. Убьют. Бэтрайдер подлетел. Но уже поздно. Хотя он 1х3 просто выжигает. Какой же он быстрый. Боже ты мой. Просто выжигает тут всех. Чешуский код. Вырывается Кентавр. Чтобы хоть как-то навредить Бэтрайдеру. И он почти добил еще и Чеси. По одному фидят на самом деле. Ну да. Вроде классно, что убил тролляк Кора. Но тролль там 6 тысячный Творца. А Бэтрайдер топ-1 по Творцу. И стриг из 5 фрагов был. Еще и стриг отдал. То есть на самом деле это невыгодно было. По одному пока вага поотдавалась. Зря. Так подставились. Ну зато знаю теперь как оппоненты реагируют. Они как бы... Они просто помнили, что до этого лежали там полчаса за вражеским кентавром. Подшрайн никто не помог. Вот тут возможно тоже думали, что... Ноль помощи? Ну типа того. А там-то герои были мертвые. Ну да. Там на топе подпушивал вивер линию. И уже был телепорт от тролля на подсейв. Такой вивер, который взят вот так вот в триплу. Ага, барабан. Барабан. Ну кстати, ни одного из тех хуровых айтемов, про которые я говорил, он не взял. Нету ни видоса, ни рамлета. Ну да. Просто барабан и два брейсера. Так, там Тинни въезжает. То с Эволэндж пошел. Разминают Джейфо. Джейфо дает на себя подсейв. Пока поживет. Есть Циклон. Джейфо должен умирать. Утимейт он не вкастует. Въезжает тут дальше. Так, Стан. Рядь риф. Чеси больно. Есть Тос. Пытается уйти здесь Тинни. Но его тут убьют. Да, долго живет, конечно. Но умрет. И фраг будет для Пикачу. Там провожают Панду. Есть Рядь риф. Хорошо. По Ханскину на секундочку Стан. Есть Севенс. Ну, плотный тоже герой. Но умирает. А где тиммейты в это время? А тиммейты не здесь. Я просто не могу понять. Увы, они не здесь. Просто драка идет. Весь сплит закончился. Ну да. При этом он сплитом классно сделал. Потому что Респлит нажал ульт. Так. Работает. Респлит нажал ульт. И его диспеллил. В общем, этот... Как его сложно бить. Вот так вот. Да. Наконец-то. Это все восемь сожжение. Это второй герой по Night Wars. Ну, ладно. Виверна. Выдал ультимейт. Просто в Ксива. И... О-о-о. Приветик. Конь подъехал с даблдэмаджем. Армлет делает, кстати. Скоро будет. А там БФ. Готов для Варлорда. Ну, вот, кстати, с повага вот на эту минуту, на восемь 19-ую минуту, доминирует не слишком. То есть это недостаточно для того, чтобы как бы легко победить, это точно. Ну, да. Сная проблема в том, что Вивер не нашел свою соло-линию, и пока что этот герой особо бесполезен. Не, ну, благо он фармит себе артефакта под фарм. Да, но он фармит, как он фармил на Найксе, но Найкс с Мидасом Радианцем и вот Вивер активный герой сильно. Это совсем разные вещи. И их импакт потом будет очень сильно отличаться. Это не тот герой, который выиграет там драку против Кентавра слотового или тролля. Просто будет так, типа. Ну, такое. Да, вот тролль с БФом сейчас действительно будет становиться угрозой. О, Мидасик. Приветик. А вот и Мидасик, кстати. Да, решил так. Что, чего-то не хватает. Может, трансляцию послушают. Вот. Возможно. Так, сейчас будут баунти появляться. Ну, как сейчас. Блин, бедный ЦК. У него так все хорошо было. А сейчас вон отворца такой же, как тебе. Такой же, как все. Ну, в принципе, герой сильный, если говорить о том, но у него есть панда. Это в этом как бы минус. Причем это панда с опортом. ДНО и вышки. Удаст Али. Там есть уже телепорты. Ну, он пытается, конечно, но, увы, нет. Против Тинни спаун, гляд ли. Да, без шансов. Кстати, Тинни — это один из таких основных героев. Чеси, он у него действительно очень хороший, делает для команды очень много. Такой активный Смеда. Спейсер. Всегда хорошо стоит в своей линии. 2-2 по баунти, игра равная. Игра равная, но тролли начинают отрываться, потому что он с БФ. Вивер и Бэтрайдер — это не те герои, которые тролля контры. С другой стороны. С другой стороны, Тинни и Суперкор. Суперкор тут ЦК. Ну да. Там, кстати, блинк уже у бета готов. Да. Сабля у Тинни появляется. После блинка. Так, смоук от команды Павага. И книжку. Кстати, закупает Брюшка. Ну что, смоук куда? В сторону центра. Ну вот проблема в том, что там Т1-лышка стоит в центре, и очень сложно перемещаться пока. При этом в Ордове ТФТ очень много у нас в территории. Там и Сандрея куча стоит, и опсы стоят. У него все в тени тут смоук. То есть просто ищут на халяву, пытаются найти какого-то героя, но здесь уже зафармены. Да, там никого нет. А здесь на треугольнике обитает тролль, который нафармил уже Яшу почти себе. Сиву делать. Мы знаем, что у него хороший билд. Это Сия, Сатаник, Башер, Блинк. Вот такие вещи делает. Огромный статус резист дает. И ответный смоук. Причем шансов на успех больше, потому что более сильно затолкали линии. Да. Они решили Рошана убить. Ну там скан есть у Даяр. То есть могут и просканировать сейчас. А там сейчас краски вот Спейс пошел. И таймлапс нужен очень по Латимасу. Он его кастует. Он фуловый бьют сейчас бедного Ксиба. Ксиб кастует Стампиду. Пытается уйти. Там подрезать краски через димейт Тинни. Ушел Ксиб, но неналеко. Прям в таверну. Ну и отступает Тинни. Окей, Рошан падает, конечно. Вот если убью, то хотя бы так. Такой вот Спейс у тиммейтов. И не успею. Так, еще и Чесси поймали. Хорошо падает. Конечно, неверно, но падает и Чесси. Ну, три героя минус. В размер на саппорта еще и... Сейчас вот будет погоня. И Бэтрайдер очень быстрый. Уйти от него, я думаю, будет сложно. Но это минус Аегис, наверное, будет сейчас. Моментально. Это было интересное решение, скажем так. Байбэк от Тинни пошел. О, так. По коту Чеширскому работают. Все же Бэк Тинни помогает. Аегис не выбивают. Пока не могу сказать, плюс это было или нет. Но выглядело странно. Еще из того, что... Ну, это было очень полезно с точки зрения того, что они напали на Вивера два героя и видели, сколько урона они ему наносят. И это, в принципе, грустно. Грустно. Если два твоих героя атакуют Клипкого, ну, Фивера, и не могут убить, это плохо. Но, возможно, это связано с тем, что на Кентавре Томинатор, а не Владмир. То есть, возможно, если был бы Владмир, то как раз вот той вот где-то 150-200 урона и как раз и хватило вот этого лишнего. Да, кстати. И, возможно, не хватало стака релитейта еще на Кентавре. Это очень важно на Кентавре иметь готовые стаки релитейта. То есть, их нужно где-то, когда ты играешь, где-то зарабатывать. То есть, где-то под эти обышку побиться, чтобы тебя герои побили. То есть, Кентавр сейчас работает немножко по-другому. Сейчас нужно играть именно на стака релитейта еще. Да, там, кстати, Вивер вышел уже на топ-2 по Нетворсу. Мне там 5-1-6 вроде было, когда где-то в этом диапазоне. Очень недурно. Да, Пауза у нас почему-то стоит. Он-то вышел, и он пока видит, что его два героя не пробивают. Но это же поняли в Final Tribe. Возможно, они что-то закупят в следующий раз. То есть, поймут, какие вещи нужно купить, чтобы его именно убить. Очень сильно немного отошли команды от вот этой меты. То есть, раньше, если мы помним, была повальная, помнишь, мода на Владмир и на вот это все. Сейчас это как-то отошло, но они все так же сильны. Как убрали Хадреску из Владмир, как-то перестали покупать так часто. Да, вот у него домина. Вот если Владмир был бы... Ну, вот неверно. Диа-3 литейстака у него есть активировано, но это, скорее всего, когда его убивали. Ну, ЦК там очень плотно, конечно. 9-3 стопа Нетворса, у него Мидас, у него Барабаны, два Брейсера, Армлет уже готов. Уже и должен быть, да. А, он купил только что. Армлет себе. Вот прям очень плотно для Пикачо. Такой ЦК Мид необычный. В Диа-3 литке я уже лайнапа от Пикачо, где я герой необычный залетаю. То есть там Феникс Мид, ЦК Мид. В прошлом матче это был Тимбер. Ну, не то, что прямо что-то такое невероятное, но все же не часто появляется. Появляется. Подпушили вышку и отошли. При этом тролль себе почти добирает Сашу-Яшу. Так, ну, это все еще с этими шмотками. Нужно еще что-то. Ему нужен 20 уровень идеально, там ему 50 демеров дают. Ага. Вот, еще одна шмотка. То есть даже... Башер? Ну, вот Башер, Блинк, вот что-то такое. Так, там Смок Пылоска еще одна пошла. Это не супер дорогие шмотки. Башер, Блинк, они там... О, опять вернула снизу. Так, и драка сейчас будет. Да, выход в центр пошел. Въезжает Вивер пока у нас на Шикучак. С фарм пошли по Малихански. Да, въезжает сейчас как раз-таки Пикачу. Но вот как-то неудачно получилось. И Пикачу тут избивают. Проблема у ЦК, ЦК умрет. Минус два героя команды по Вага. И пошел ДПС еще и по Бигдуму. Есть ТОС. И это должен быть минус Эйор Спирит. Минус три. В ноль. Были готовы к этому выходу. А еще и Палатимус здесь. Минус четыре. Хотя Инвиз, Имба, не контрится. Пока умчался. Так, с фармы. Да ладно, выжил. Еще основная проблема в том, что... Были готовы фанил трэп к этой атаке. Вот. А как думали Палага, что если они убьют Бримастера, Саппорта... Поскольку он Саппорт, его убить легче. Вот. Есть как бы атака. Если его убить, он не расплитится. Не убьет иллюзии ЦК. И ЦК здесь их поубивает. Вот примерно такая логика была у Драке. Ага. Вот. Но в фанил трэпе есть на крайняк шадоу демон, Который может с этого подсейвить атаку. Если панда расплитчивает... То есть если вы делаете атаку на панду, И она нажимает сплит. Она, кстати, с Владмиром. Вот почему Владмир Кентар у нее. То тогда все очень-очень плохо. Сразу же умирает иллюзия. Вы вписали кучу уронов героя, который боевой. И... То есть вот таким образом Палаге никогда драку не выиграть. Нужно либо атаковать другую цель, Либо если убивать панду, То убивать надежно. Надежно убить тяжело, Поскольку есть шадоу демон, Герой, который может сейвить. Там шадоу демон, который может сейвить. Там шадоу демон, который может сейвить. На разведку. Вот он спалился. Есть по нему саджей лассо. И все. Минус шадоу демон. Ну, про Чеку, конечно. Дал команде время спустить вышку Т1. Кстати, это была уже предпоследняя Внешняя вышка команды Павага. Теряет свой бетрейдер актуальность. Там Досты были по Палантимусу, конечно, Но его тут Хански не сможет. И сбить. Мы видим, что Вивер уже... Это не Гульсвинда с вами Родианцем. Этот герой у нас совершенно другой инфакт. Ну да. И работает он по карте совершенно по-другому. Это не тот герой, который должен АФК фармить. Скажем так, как это может делать Найф. Его задача в игре другая. И уже тролли его обгоняют на 3000. Да, файт был удачный. Вот последний. Да, но уже поздно. Немножко поздновато на этом герое Вот такие файты принимать. Нужно было гораздо раньше админировать. Скорее всего, не идти в такой игре с Бигнум. Ксип поймал его. Кстати, Ксип себе добирает сейчас еще и Кримсон. Там, кстати, вот Кримсон Доминатор Ладнер. Вот такие вот ауры. ДТФТ. Джеффа минус. Посыпались. Да, тролли уже на базе. Уже готов демонтировать. Та, акульте мы этот брюшки пытается уйти Пикачу. Ну иллюзии. Минус, конечно же. Окей, вы без двух суппортов. Вот полминуты еще до Виверны. Без фантазма. Без фантазма. Тут прилетает Виверок. Как-то странно он мувнулся. Почему-то спустился с лестницы. Посмотрел, его убили. Что? Как-то было непонятно. Байбэк от Бэтрайдера. И просто фокус по Миле Бараку от команды ТФТ пошел. Тинни там неплохо наваливает под саблей своей. Взял бревно. Прописал демо же. Так, есть лассо. Но моментальный подсып. Падает Бигнум. С байбэком, если что. Так, Риатериф Пикачу. Пикачу еще раз пытается заюзать. Но он не получается этого сделать. Он без фантазма. Его сносил, этого героя, фантазма. Да. Ну и как-то не очень. От поваги. И момент вот Вивера. То есть зачем он спустился. Они уже упустили вот тот темп, который должны задавить. И уже дальше герои просто слабее. Просто они не могут уже законтролить Панду. Панда диспелит иллюзии ЦК. ЦК выключается. Вивер уже никого не бьет. И Бэтрайдер уже свою актуальность потерял. Был от былого топ-1 Нетворса. Не осталось и следа. Да. У него было 7200. Как-то очень-очень рано. Помнишь? Да. И вот это. То есть все, что у него появилось, это блинг. За все время прошедшее. Угу. Панда уже левел 16. Там ЦК, по-моему, 16-ый. Он брал, по-моему, недавно. Сейчас ждут сплита, наверное. Сплита может быть Рошана. Да, скоро второе шанс будет уже готов. Дальше пойдут, заберут и пойдут уже по обжектию. Потому что они уже ведут очень сильно. Мид добрать надо бы до конца. Вышки уже нет. Шрайн. Кстати, можно. Нету сейчас, в общем, никакого героя, который может сильно изменить хоть драки у Паваги. Только Виверна разве что. Бэтрайдер магия. Вивер это Сэмикор, не кор. ЦК и Люся диспеля тоже Сэмикор. Так, Лэпчик и Стан. Оп. Удар пошел. Палантимус уезжает пока у нас таймлапс. Есть Винтерскер, кстати. Вроде бы и неплохой. Набивают здесь Ханскина. Так, это будет минус-брюшка. Но с байбэком. Моментально выкупается. Бьют Сиба. Сиб не умирает. Его добить не смогли. Есть еще под сейв. Проблема у Бигнума. И там, кстати, нарезают. Так как отлично. Еще и в трое. Но все-таки не хватает дэмэджа. Падает лишь один герой у команды ТФТ. И два героя минус у Паваги. При этом один из них подхватил байбэк. Сатаник. Для Варлорда. О. Вот это сильно сейчас будет. Мы видели, кстати, то, о чем я говорил. Что герой, который может применить драку для Паваги, это Виверна. Ну да. За счет Виверны сейчас хорошо поднялись. Но это был смок. Враг не ожидал. Не хватило немножко урона на Вивера. Опять же, это важно. За счет того, что не хватило урона на Вивера. Видели, что вроде как почти убили. И потому что у Квирис вокруг него. Потому был хороший ульт Виверны. Вот. Ну что, минус мид. И сразу на топ перемещаются парни из ТФТ. У Брюшки есть ультимейт. Нет пока же Спирита. Не делает он башер. Делает бутерфляй на тролле. Ну и все. Минус две линии. Так просто. Не дефаемся. Ну ладно. Последняя линия осталась у Паваги. Там есть Благовыжки-то два. Залетает. Что он... Зачем... Почему они здесь вообще тусуются на вражеском шрайне постоянно? Ждут. Так они живут героями, которыми не убьют. Ну. Я вот просто... Нет, я не совсем понимаю. Да. Который раз их находится, сейчас их словят. Там Блэкин Бар. Готовы учиться? Натинь. О, G4 Баймали. G4 минус. Без Байбэка. Велплейт. Типают. А в это время выход произошел из-за Палантимаса. Есть по нему просветка. Есть таймлапс. Так. Панда. Ультимейт. Там план Капкан. Просто перехват Ксиба. Поймали, затосали, убили Вивера. Без байбэка на 105 секунд. Кстати, как ты считаешь? Вот я вот считаю, допустим, вот эти типы, ну, вражеских героев. Это Бэдмайнерстон, на самом деле. Ну, да. Знаешь, был такой момент... Бэдмайнерстон, либо оказание какой-то слабости, но держи тип. Ну, да. Аля, там, у тебя моральный дух просядет, будешь играть хуже. Ну, был момент, скажите, с Лассиором, он, когда пришел вот на доту, перешел. Вот типы, как бы, это похвалал за хорошую игру.